Уже почти месяц в Арцахах находится в полной блокаде. 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей отрезаны от Армении и в принципе от всего внешнего мира. До блокады в нормальных условиях в Арцахах перевозилось около 400 тонн товаров в день. Сейчас же мы все видим, что только иногда при непосредственном сопровождении миротворцев или машин Красного Креста в Арцах доставляется несколько тонн гуманитарного груза. Однозначно без долгих размышлений можно понять, что в Арцахе есть острый дефицит к продуктам почти всех категорий. Собственные запасы, конечно же, мы понимаем, что они могут быть вечными. Проблема с топливом и лекарством тоже очень остра. Сейчас топливо предоставляется в очень ограниченных количествах и только в отдельных случаях. Больных же еще лечение в Арцахе становится невозможным. При больших усилиях миротворцев и комитета Красного Креста на специальных реомобилях переправляют в Ереван. Сейчас при правительстве Арцаха создан оперативный штаб, который именно и занимается всеми этими вопросами. Касательно заявления Рубена Вартаняна относительно случаев проезда через коридор. Ну, во-первых, хочу отметить, что это возможно лишь с помощью комитета Красного Креста. Азербайджанская сторона периодически отмечает, что коридор открыт, причем в обоих направлениях. И как доказательство они все время публикуют какие-то видео с моментами переправы через коридор машин скорой помощи при сопровождении машин Красного Креста. Но, честно говоря, я думаю, что это для разумной аудитории это, наоборот, является прямым опровержением заявления Азербайджана и доказательством обратного. Потому что возникает простой вопрос. Если дорога открыта и Азербайджан гарантирует беспрепятственное движение транспорта по Лачинскому коридору, как это, между прочим, предусмотрено заявлением от 9 ноября, тогда для чего необходимо вмешательство Красного Креста? Что касается договоренностей с миротворцами, думаю, скорее всего речь идет о тех случаях, когда некоторые граждане с помощью родственников или знакомых могут получить из Армении посылку, перевезенную миротворцами. Некоторые же граждане, к сожалению, используют эту лазейку для наживы, что, конечно же, думаю, неприемлемо. Сейчас в связи с дефицитом относительно ряда товаров потребления у нас возникает множество проблем. Во-первых, в очереди неравномерное распределение случаев злоупотребления. Поэтому было принято решение перейти все же на талонную систему. Это позволит, во-первых, преодолеть все перечисленные проблемы и, самое главное, справедливо распределить имеющиеся ресурсы. Конечно же, мы не теряем надежду и в то же время не складываем рук, предпринимаем все, что в наших силах, чтобы проблема разрешилась полностью, чтобы восстановились все наши права. И, конечно же, дорога открылась, и азербайджанцы прекратили этот цирк. Но параллельно мы, конечно же, должны быть готовы ко всем вариантам развития событий и прорабатываем всевозможные сценарии. Именно поэтому разрабатываются подобные программы, дабы избежать случаев просчета еще большего суклупления кризиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова